Итак, мы продолжаем рассуждение о женском и материнском. И сегодня мы подойдем, собственно, к измерению, которое можно назвать клиническим, поскольку речь в нем пойдет о типах невротизации. С этими типами, как правило, мы знакомы, даже если не совсем хорошо ориентируемся в аналитической клинике. Во всяком случае, мы знаем, что этих типов два. И что все, что происходит в клинике, имеющей психоаналитическое измерение, им управляемый, происходит под знаком либо истерии, либо невроза навязчивости. При этом здесь возникает свое родное затруднение, которое я обрисовал в анонсе, на которое указал, заметив, что каждому из этих неврозов приписан определенный пол. Это должно казаться крайне странным, тем более в свете того, что существует, как известно, дискурс науки, в частности, дискурс медицины, который делает все, чтобы от полового измерения уйти. Мы привыкли к этому относиться как к чему-то естественному и даже должному. То есть мы не замечаем, как, верно, наблюдает локация в нем томе тех влияний, которые на нас вселенная науки оказывает. Мы видим ее плоды, мы видим, собственно, достижения научно-технической революции, но мы не совсем понимаем, какое место она в дискурсе нам отводит. Место же это абсолютно прозрачное. И сводится к тому, что можно было бы назвать не бесполостью, потому что бесполость – это нечто, относящееся к эпохе мифологической, а скорее вне полость, нечто вне половое. Вот что такое наука. Именно поэтому наука, скажем, будучи наукой анатомической, наукой пропедактики болезней, наукой физиологии, различая, конечно, между мужским и женским, совершая соответствующие жесты в сторону воспитания молодежи, в частности, воспитания сексуального и полового, тем не менее в своем пределе все равно так или иначе как-то вне полости стремиться. Скажем, когда вы посещаете лечебное учреждение, поликлинику или больницу, мы, конечно, сталкиваемся с тем, на что обращают внимание гендерные социологи, это, конечно, разделение по палатам. Но в то же время поверх этого разделения присутствует речь обезличивающая, скажем, речь врача-терапевта или речь врача-психиатра, которая никогда пол в расчет не берет. Именно поэтому такой живой интерес всегда вызывает специалист, который все-таки с полом, с фактом наличия субъекта пола, вынужден считаться, скажем, специалисты сексологии или венерологии. И смех, который мы в этот момент издаем, когда речь заходит в анекдотах или байках, связан не с тем, что речь идет о сфере деликатной, а о том, что, оказывается, пол в медицине может наличествовать. Тогда как в науке, как уже было сказано выше, для него места нет. Наука, по существу, оставаясь в территории вне половой, предоставляет субъекту место, где он может совершенно безболезненно утвердиться на позициях равенства. Пусть это равенство не будет иметь именно общественных последствий, пусть она не будет чем-то таким, чтобы доставить женщине удобную платформу для ее совершения, но, тем не менее, в дискурсе, на бумаге, в высказывании это равенство всегда уже имеет место. Субъекту науки и вообще науки как таковой безразличны, мужчина или женщина. Такова вселенная, заданная миром науки. При этом в вселенной психоаналитической мы обнаруживаем нечто другое. Там не просто имеет значение пол, но и, собственно, наука о неврозах, та самая психиатрическая наука, которую Фрейд заимствует для того, чтобы свое учение развить, эта самая наука, которая, казалось бы, должна оставаться на тех же самых вне половых позициях, вдруг обретает пол. Истерия отходит на женскую сторону, невроз навязчивости на мужскую. И все это сопровождается, естественно, путаницей, которую Фрейд наследует у своих учителей, в частности, у Шарко, и которая восходит к еще контичному пониманию истерии, где она действительно предстоит чем-то таким, что проходит под знаком женского. Именно так поначалу с ней Фрейд имеет дело. То есть истеричка кажется ему соблазнительной именно как женщина. К этому восходит его беспокойство относительно переноса, относительно тех любовных метаний, которые может субъект анализа, будучи субъектом женским в отношении аналитика, особенно мужского пола, испытывать. То есть поначалу Фрейд действительно намечает тот самый путь, который намечает нам Аристотель, и который восходит чуть ли не к древневосточным учениям о женщине и женском. Учением, где истерия действительно представляет собой знак, даже символ, в своем роде токен, именно с женской стороны. Речь идет, как известно, о чем-то таком, что касается матки. Не обязательно переводить это словом «бешенство», потому что, в общем-то, это не совсем точный перевод, но так или иначе это какое-то смятение. То есть истерия как будто бы не просто является заболеванием сугубо женским, но и она как будто бы оформляет, подчеркивает в женщине нечто такое, что касается ее феминности в самом ее сердце. Поначалу Фрейд, как уже было сказано, в мифологии довольно бодро придерживается, до тех пор, пока он не обнаруживает, что истерички ему врут. Как только он это обнаружение делает, крайне разочарованный, он предпринимает открытие, которое поначалу не произвело никакого значения, по крайней мере, опять же, в мире медицины. Тем не менее, открытие это напрямую касается того, что связано с наслаждением пола и указывает на то, что невзирая на действительно очень высокую распространенность, особенно во времена Фрейда, истерического невроза среди женщин, молодых дам, тем не менее, то, что истерия в женщину привносит, сама симптоматология истерии указывает не на женское, а на мужское. Именно это позволяет уже раннему Лакану, опираясь на работу среднего Фрейда, сделать вывод о том, что субъект истерии – это, по сути, субъект, который страдает не от того, что у него слишком развитая, слишком требовательная женственность, как это, опять же, считали древние, а напротив от того, что он не может определиться, на чьей стороне. Женская его совершенно не интересует. Вот что такое субъект истерии, и вот какое определение ему можно было бы дать. Заметьте, что тем самым мы не только исключаем принадлежность субъекта истеризованного к какому-то полу, но и распространяем его в том числе и в сторону мужскую, потому что истерия, как известно, встречается и у мужчин. То есть основное содержание истерии сводится к тому, что субъекту небезразличен в отношениях полов именно вопрос мужского. Истеричка заинтересована в мужчине мужском и, собственно, в том, что Лакану называют нехваткой. То есть, если чем истеричка интересуется, то это результатами кастрации. В том самом виде, в котором я их описывал в прошлом году, указывая на присущую мужчине изначальную поврежденность. То, что можно было бы назвать интересной слабостью. Если вы посмотрите на пример истерии, приведенной у Фреда или Лакана, вы обнаружите, что все они показывают, что истеричка так или иначе эту слабость обслуживает, что возле нее ее интересы крутятся. Я напоминаю эпизод, приведенный у Лакану в 10-м, по-моему, томе, в томе «Тревога», где он описывает, как истеризованная девушка прогуливается вокруг пруда со своим отцом, и при этом она, находясь, так сказать, на пике своей трансверсивной фантазии, имитирует субъекты мужского пола, с целью чего использует импровизированную трость, на которую она опирается, как будто бы мужчина в годах. Отец, разгадав этот маневр, немедленно эту трость вышевливает в плут. И, указывая на этот случай, Лакан подчеркивает, что для истерического субъекта характерно своего рода, с одной стороны, противостояние, а с другой стороны, сговор, в который он вступает с субъектом отцовским, то есть тем, кого мы в том году, следуя за Лаканом, назвали реальным отцом. Я напоминаю, что реальный отец – это не просто папаша, как он представлен в документах, скажем, свидетельствия рождения, а это определенного рода существо, у него – это именно существо, назвать его, в общем-то, даже субъектом довольно трудно. Это существо, которое нацелено на то, чтобы предотвратить те протуберансы наслаждения женщины, которые ему кажутся идущими с символическим порядком в разрез. Именно поэтому он все время на страже, он недоволен, у него, мягко говоря, не самое лучшее настроение, потому что он все время ждет какого-то подвоха. Ему приходится воспитывать женщину и ребенка. С его точки зрения это существо однопорядкового плана, потому что они одинаково наслаждаются этим самым карнавальным наслаждением женщины, Которому с точки зрения реального отца совершенно не нужно бы Его не надо будет от термин Лакана Так вот, очевидно, что истеричка имеет отношение не с отцом символическим Как опять-таки мы часто делаем вывод, читая Лакана А именно с отцом реальным Реальный отец способен заметить, что истеричка наслаждается чем-то непристойным То есть, что она, так сказать, в фантазиях меняет пол Что она хотела бы находиться на мужской стороне Но особенность истерички при этом в том, что она совершенно не понимает Что эта мужская сторона собой представляет То, что ее интересует, как уже было сказано, это мужская нехватка Больше ничего она о мужчине не знает Именно поэтому в фантазиях истерички фигурируют Разного рода мужчины поврежденные Скажем, мужчины, получившие военные ранения Возможно, мужчины увечные Мужчины, отмеченные достоинством кастрации Во всем ее полноценном виде, скажем, военные Или люди в форме Или мужчина, который претерпел много страданий Скажем, лишился жены Если вы возьмете образцовый истероидный роман Под названием Дженнер То, в общем-то, увидите, что именно вокруг фигуры истерички он и построен Героиня является образцовой истеричкой Невзирая на то, что никакой скандальности она не склонна Именно поэтому данный роман является хорошим примером истерии Потому что он уводит от чисто бытовых представлений Касающихся истерического, истеризованного Перед нами довольно строго, очень образованная Начитанная, неглупая, опередившая свой век По меньшей мере лет на 25 Девушка Которая, тем не менее, обустраивает Своё наслаждение возле разного рода Мужских субъектов Причем она обустраивает их так, что с сексуальным это совершенно не связано Та викторианская гармоничность, соотношение интересного и душевного Которая для романов этого периода была крайне характерна Указывает на то, что Как бы мы ни стремились истерию возвести к генитальному Тем не менее, там она не находится Генитальна её не интересует Интересует её то, что из мужчины попадает В качестве его повреждённой части Именно поэтому поначалу она бывает строга с мужчинами Которые, в свою очередь, строги с ней То есть она даёт отпор шовинизму Но как только мужчина демонстрирует интересную слабость Как только он попадает в перипетии Его жизнь катится под откос, скажем, уследник, как следник мистера Честер Она тут же подставляет своё плечо То есть чтобы растаять, ей достаточно увидеть мужскую слабость Больше ничего не нужно Именно эта интересная слабость позволяет ей, в конце концов Отбросить то, что современницы, читающие этот роман Рассмотрели в нём в качестве зачатка феминизма Благополучно выйти замуж и родить ребёнка То есть в данном случае причиной появления ребёнка на свет Является именно увечья мистера Честера Именно потому, что он ничего не видит Она, собственно, производит существо Которое и станет чем-то таким Чего, по её мнению, мужчине не хватает То есть здесь истеризация разрешается Естественно, в романном, может быть, приукрашенном благополучном виде Но так или иначе, чему-то реальному это вполне соответствует Можно увидеть, как в современной педагогике В частности, педагогике стихийной, педагогике социальных сетей На которую я часто указываю Потому что она характеризует именно современную субъектность Доступную нам как в наблюдениях социологических, так и в клинике В этих педагогических, спонтанных историях Также можно увидеть, как девушки из стероидного типа А это всегда именно девушки, которые претендуют на нечто мужское Которые, скажем, отыгрывают мужчин Со специфических играх, например, в историческом косплее, так называемом Эти девушки, так или иначе, через некоторое время Благополучно разрешают свой симптом И приходят именно к подарку мужчине То есть достигают, насколько это вообще возможно Генитальности То есть с ней происходит буквально то, что Фрейд и предсказывал Истерического субъекта, рассматривая Как бы это не возмущало некоторых представителей женских движений Как бы они Фрейда не костерили за присущий ему шовинизм За акцент на генитальности Но мы видим, что сплошь и рядом такие вещи происходят Другое дело, что мы, конечно же, недостаточно хорошо понимаем Что именно истеричка руководит И почему она появляется в определенный момент развития современности Очевидно, что истерия это какая-то история 19 века Более того, это история 20-21 века Хотя сегодня истерия предстоит в других формах Почему она вдруг появляется Почему она открестно расцветает Зачем девушке становится необходимой атрибутикой мужской поврежденности Трости, часы, цилиндры Ну, по крайней мере, как-то представало в трапе, может быть, эпохи символизма Ну, собственно, так это выглядит зачастую сегодня То есть зачем вдруг понадобились все эти вещи У нас, на самом деле, ответа нет Но так или иначе, рассматривая истеричку с этой стороны Мы можем сразу указать, что приписывание истерии женскому полу Как уже было сказано, совершенно беспочвенно И что, по существу, если истерия притерпевает какое-то развитие То вектор ее направлен не к углублению женственности И, возможно, того женщине, что касается ее фрегидности Может быть, даже каких-то атеистических Каких-то, извините, аскетических ее движений Но прежде всего в сторону чего-то такого Что направлено именно реального отца в его генитальном виде Лакан замечает, что истеричка возмущена мужской генитальностью Что она ничего в ней не понимает И я, на самом деле, призывал уже в прошлом году Обратить внимание на специфические тексты Которые, несомненно, являются плодами именно истерического отношения Это так называемый юношеский фанфикшен Забавно, что мы говорим об этом сегодня В тот самый день, когда, в общем-то, вся страна Сбудоражена случившимся с двумя, скажем так Довольно юными существами Существами, несомненно, вошедшими во что-то такое Что чрезвычайно напоминает истерическую демонстрацию Если посмотреть на творчество этого возраста Оно касается, как ни странно, не только девушек, но и мужчин Хотя, конечно же, в несравнимо меньшей степени То можно увидеть, как я говорил уже в прошлом году Что мужчины в них представлены в виде совершенно неестественном То есть, если вы возьмете писание 15-летней девушки Которая пытается продолжить какой-либо знаменитый роман Может быть, сагу или кинороман Используя представленных в ней мужских героев То можно увидеть, что под ее пером они превращаются во что-то совершенно другое Это не женщины, конечно же Но это и не мужчины По крайней мере, все то, что касается реального отца С которым истеричка всегда несколько на ножах Хотя, конечно же, она желает, чтобы он на нее посмотрел То есть, она желает его взгляда Что Лакана замечает, опять же, в анализе гомосексуальной пациентки Находясь с этим реальным отцом на ножах Истеричка тщательно следит Сознательно или бессознательно Чтобы ни одна черта этого неприятного мужчины Мужчины, не знающего нехватки В ее писание не проникла Именно отсюда берутся все эти неправдоподобные симпатичные герои Которые, если их воплощают, скажем, в вынимой живописи Опять же, обладают этой самой внеполостью Непонятно, перед нами мальчики или девочки Во всяком случае, это что-то юное и симпатичное Именно в измерении этого юного и симпатичного Протекает истерический фантазм И поэтому в нем всегда находится место тому Что, в общем-то, Фрейд совершенно верно отмечает Как гомосексуальность Истеричка гомосексуальна не потому, что она каким-то образом Извращена или ее влечет к своему полу Потому что она стремится занять якобы мужскую позицию Ничего подобного и близкого нету Наоборот, гомосексуальность истерички происходит из того Что в ее случае имеет место назначение Мальчика на место мужчины Эту операцию истеричка продерывает очень ловко Для этого ей не нужно никакое специальное обучение Она на нее нападает так или иначе Достаточно получить в руки один-два романа И, в общем-то, операция эта начинает производиться Совершенно автоматически На месте мужчины оказывается мальчик Эфеб, точнее, было бы сказать, Юльша И таким образом истеричка способна отправлять То, что касается ее желания Сама она, являясь именно этим эфебом Занявая его место, с ним идентифицируясь Начинает желать женщину И поэтому ее желание, приобретая формально, скажем так Анатомически гомосексуальные черты Тем не менее, остается желанием гетеросексуальным Но гетеросексуальным Устроенным по совершенно особому образцу Образец представляет крайний, я бы сказал, предельный интерес Потому что создается впечатление, что сегодня Он не просто распространен статистически Но он начинает играть все больше не только культурную Но и, скажем так, структурную роль Избежать его крайне трудно То есть в огромная часть молодых людей Как девушек такой Мальчиков проходит через этот фантазм И похоже, что именно он определяет то противостояние Которое выразилось так ярко в соответствующей перестрелке То есть по существу это действительно противостояние Истерии и чего-то такого Что не является генитальным в чистом виде Но, во всяком случае, имеет какие-то притязания на власть По всей видимости, именно этот фантазм Очерчивает то поле политической борьбы Которое сегодня наблюдается повсеместно И которое мы, говоря именно в терминах политики Называем борьбой между консервативным и либеральным То есть, по всей видимости, следует ожидать Здесь кардинальных перемен Которые, очевидно, восходят к тому Что истеричка получает в свое распоряжение Средство актовысказывания Она не только подключается к чтению А можно заметить связь между субъектом и стерилизованным И субъектом начитанным Как правило, это один и тот же субъект Получая в распоряжении доступ к высказыванию К тексту Истеричка немедленно формирует нечто такое Что вмешивается в мужское желание И предъявляет к нему свои требования Это при том, что Заметьте, пожалуйста, это требование Совершенно не похоже на то женское требование Которое мы разбирали в прошлый раз По существу истеричке ничего от реального отца не надо Это резко отличает ее от более-менее генитальной женщины Которое как раз-таки от него нужно очень много Но в любом случае Та линия отношений, которая была намечена В зарисованной Фрейдом сценке Противостояние, в котором отец лишает Девушку мужской атрибутики При том, что, разумеется, он это делает безошибочно И в то же время с заблуждением Разумеется, если бы он был спрошен Ему показалось бы, что молодая девушка Его дочь претендует на роль мужчины И здесь, разумеется, он ошибся Потому что ничего подобного не происходит Но он не ошибся бы именно на уровне реакции Лишая ее инструмента наслаждения То есть, выбрасывая ее тростью в воду Кидая ее в пруд Он лишает ее не фаллоса Как ему может самому это показаться Или как может это показаться дикому психоаналитику Если он в этот случай истрактует Он ее как раз-таки лишает Именно той симпатичной нехватки Того признака, который Лакан называет Признаком ветеранства Признаком того, что мужчина уходит на покой Сохраняя свое мужское достоинство Он больше не может женщину обслуживать Вот на что указывает палка На что указывает, собственно, вечерний костюм Мужчина галстук и прочие атрибуты Мужчина, скажем так, глубоко женатого Мужчина, у которого, скорее всего, уже есть дети Именно поэтому в желании он не особо прыток То есть, лишая этой трости истеричку Отец ее решает Именно доступа к этому самому наслаждению Мужским образом На который, как ему кажется, посягать она не смеет Именно это происходит в данной сцене Именно это повторяется бесчисленное число раз Когда отцы, скажем, читают дневники дочерей Когда отцы запрещают дочерям Заниматься литературной деятельностью Я отсылаю вас, опять-таки, к тексту, который я постоянно рекомендую В нашем курсе это текст Вирджинии Вульф Посвященный, так называемой, своей комнате Текст, который она пишет исключительно для того Чтобы доказать, что женщине нужна своя комната, чтобы писать Но как только женщина получает свою комнату Она начинает писать И мы, в общем, знаем, что выходит из-под ее пера Тогда, конечно, случается так, что письмо Исходит из-под пера женщины, в общем-то, генитальной Например, женщина, которая пишет женский детектив Я полагаю, что это, может быть, нуждается доказательство Хотя интуитивно это должно быть понятно и так Нет сомнения, что женщина, которая пишет женский детектив Никакого отношения к истеричке не имеет Свою юношескую истерию она давно уже преодолела То, что она делает Она делает в рамках именно дозволенного Символического порядка В рамках той успокойной гениталисти Которой женщине становится доступна После того, как границу истерического она пересекает То есть случается так, что женщины вправду Пишут полноценные женские романы Истерии здесь и не пахнет Но другое дело, что мы никогда не знаем Как это может произойти И совершенно несомненно, что если дать, скажем, компьютер Девушке помоложе То есть под ее пера начнут выходить не романы А то, что называется фанфикшеном То есть литература, в которой, как я уже говорил в прошлом году Мужчина сопрягается с мужчиной При том, что это не является гомосексуальным актом Ввиду того, что мужчин как таковых там нету Перед нами, опять же, переодевание эфемов Именно этим девушка залита Именно эту литературу, ну, по крайней мере, до определенного возраста Она читает и пишет И в связи с этим, конечно же, требования Вирджинии Вульф приобретают крайне подозрительный Ну, по крайней мере, с мужской точки зрения, смысл То есть если предоставить женщине литературу Если быть настолько последовательным в даровании женщинам прав Чтобы пустить их на письменный рынок То что в результате этого произойдет? Интересно, что, опять-таки, феминистское движение Не смогло предсказать то, что из-под пера такой женщины может выйти То есть, естественно, феминистские эпохи Вирджинии Вульфа уверяли, что Если женщина допустить литературе, она не будет ничего мужчине уступать Разве что более выпукло, более четко и более правдоподобно покажет именно то, что касается женской судьбы Скажем, с некоторых сторон материнства, которые мужчины не освещают Женской позиции в браке, в адюльтере, в каких-то, может быть, более свободных сексуальных отношениях Все это и вправду произошло И здесь Вирджиния Вульф не обманула Но не стоит ли нам предположить, возможно, с некоторой степенью осторожности Что когда мужчина боялся дать женщине перо То есть, когда мужчина боялся выделить женщине так называемую свою комнату Her own room Не боялся ли он именно того, что может выйти из-под ее пера В тех случаях, когда генитальностью там еще и не пахнет Когда речь идет именно о противостоянии истерического и реального отцовского То есть, не предсказали ли консерваторы мужчины, которые намеревали закрыть женщинам доступ в литературу Появление именно фанфикшена Которым женщина услаждается И за пределы которого, как в прошлом году было сказано, она не выходит То есть, наслаждение это является самодостаточным Нет никакой нужды его покидать Ничего мужское истеричку к себе не зовет На что очень рассчитывали врачи до фредистской эпохи Полагая, что стоит только истеричку поместить на лежащую среду Так сказать, познакомить ее с мужчиной И, естественно, природное желание толкнет ее в его объятия Что, собственно, ее генитализирует в итоге Все это совершенно не оправдалось Уже Фрейд заметил, что лечение истерии Дело не только кропотливое и хлопотное, но и крайне неуспешное Что ни с позиции реального отца Который Фрейд слегка пытался в отношении Дора По крайней мере занимать, чувствуя, что ей этого не хватает Ни с позиции символического института Нормализовать истеричку не удается Если она неожиданно свой невроз оставляет Если она переходит в статус взрослой женщины То в этом нет ни малейшей заслуги мужчины Мы не знаем, почему так происходит Чистая структурная точка зрения Наслаждение истерички, наслаждение Литературой, в которой она сопрягает мужчина В которой, как уже было сказано, нет мужчин Только лишь их подобие Из этого наслаждения никакого выхода нет Оно совершенно, как уже было сказано, самодостаточно Оно полностью истерического субъекта удовлетворяет Оно может продолжаться вечно И я полагаю, что мы находимся в эпоху В которую именно бесконечность этого наслаждения Его способных к самовоспроизводству О себе заявляет очень ярко Именно в этом ключе нужно рассматривать Пресловутые молодежные группировки В духе детей 404, китов и прочих эксцессов То есть то, что там имеет место Это безбрежное наслаждение Наслаждение, которое не нуждается в мужском Не нуждается в политическом И которое ведет к совершенно определенному Социальному порядку Где никакое примирение На эту самую основу, на которую нажимает Пресловутая мужская традиция Невозможно То есть ни силой, ни улещиванием Это наслаждение изъять у истерического субъекта нельзя Вследствие этого, вероятно, будет самое, что у меня есть любопытное Так вот, указав на этот факт То есть указав на то, что по существу истерия Имеет дело не с женским, а скорее с мужским Потому что выстраивается она возле функции мужской нехватки Я хочу перейти к характеристике невроза навязчивости Опять же, показав, что гендерное распределение Которое обводит один невроз женскому субъекту Другой невроз мужскому Не просто недерновидно или ошибочно Но и оно, по всей видимости, до определенной степени злонамеренно То есть есть нечто такое в учении об обсессии То есть о неврозе навязчивости Что медицина от нас хотела бы скрыть Если психоанализ потакает этому сокрытию Если он также пытается отвести обсессию именно мужскому А женщину обсессию лишить То, по всей видимости, это происходит по той причине Что корень медицины, медицинский дискурс Из психоанализа изъят не полностью Даже смелый заход Лакана, потребовавший, чтобы психоанализ Окончательно сделан медициной, то есть сделан лечение Размежевался, не приводит к тому, что медицина Территорию анализа покидает Сегодня невротическая пропедевтика Это все же пропедевтика именно клинического характера Говоря о клинике, я имею в виду не просто взаимодействие с анализантом Но и то, что касается клинического измерения Как измерения преодоления невроза Измерения адаптации Это самое диспансерное наблюдение Наблюдение, нацеленное на профилактику и оздоровление Никак не может психоанализ покинуть И по этой причине здесь и возникает смешение границы То есть приписывание феноменов полям Которых ограничивают, ограничивают ложным образом И я пытаюсь сегодня показать, почему так происходит И почему женская обсессия не просто является довольно частотным явлением Но и представляет собой нечто совершенно незаменимое Незаменимое не в том плане, что она необходима Или в ней есть какая-то телеология, то есть разум и смысл И цель А необходимое в том смысле, что ни одному субъекту не удается Именно из-под влияния женской навязчивости уйти То есть женская навязчивость по существу и есть то, что в данном курсе Мы называем материнством Понимаем под материнством Не отношение с ребенком, не заботу о ребенке, не уход за ним А ту специфическую конфигурацию фантазма, которую приобретает Женский объект в тот момент, когда он получает в распоряжение Объект в виде ребенка Вот что такое материнство с точки зрения именно аналитической И характеризуя женскую обсессию, я не могу не сказать сразу же о том Что замечают уже врачи эпохи Фрейда А именно о той роли, которую в ней играет анальное измерение Известно, что женская обсессия, в отличие от мужской, всегда протекает с упором на что-то такое Что помечает объект как грязный, как нечистый Вопрос грязи женщину действительно крайне интересует И здесь, конечно, наблюдается ироническое соположение с традиционной гендерной ролью Приписанной женщине, в которой она должна постоянно грязь убирать То есть следить за чистотой в доме Можно, конечно, утверждать, что все это является лишь проявлениями чисто мужской власти Что эта женщина навязана извне, как сегодня, опять-таки, ученая гендерная теория Что ничего женщин к этим обязанностям, кроме мужской воли и мужской лени, не предпосылает Но, тем не менее, что-то такое на аналитическом уровне, похоже, имеет место И, по существу, занимаемся мы в данном курсе тем, что могло бы Не возвращая нас на консервативные позиции Тем не менее, показать, что некоторые консервативные проблески Некоторые консервативные соображения небеспочвенные Небеспочвенные именно потому, что за ними кроется не только желание консерватора Но и что-то такое, что ставит его в отношение со знанием Знание консерватора – это нечто всегда искаженное Нечто всегда данное нам пунктиром, довольно грубое Вызывающее сильнейшее раздражение, особенно у субъектов истеризованного То есть политическая миссия истеризованного субъекта состоит сегодня в том, что, как известно, консерватору возражать Но в этом возражении есть определенное лукавство Потому что даже при всей своей грубости, при всем, что он в шовинизме, консерватор что-то угадывает То есть его знание соотносится со знанием аналитика Как знание повитухи или бабки, ухаживающие за ребенком, соотносится со знанием врача У Фрейда есть пример страховщика сексуальности, в которых он характеризует бабку, смотрящую за ребенком, бабку-няньку, как субъекта, который, конечно же, не может открыть психоанализ, но при этом он, по крайней мере, имеет дело с материями, на которых психоанализ основан. То есть есть такие вещи, которые скрыты от родителей, особенно если за ребенком они не ухаживают непосредственно, но зато открываются няньки. В частности, это то, что Фрейд называет ранним проявлением детской сексуальности. Если родители могут полагать, что их ребенок вплоть до 14 лет остается невинным ангелочком, расцветающим как цветок, то нянька очень хорошо знает, что даже совсем маленький ребенок, ребенок еще сосущий грудь, мужского или женского пола, уже демонстрирует способность к генитальному удовлетворению. Чем, по замечанию Фрейда, нерадивые няньки пользуются, специфическим образом поглаживая детей, чтобы они заснули и не донимали их своими криками. То есть нянька, если даже она не является владелицей психоаналитического знания, тем не менее находится на каком-то уровне, где это знание открывается, по крайней мере, оно на его пороге. И в этом смысле Фрейд указывает, и делает это неоднократно, что его учение гораздо более сообразуется с представлениями людей простых, людей несведущих, людей даже отмеченных какими-то, возможно, народными предрассудками в отношении пола, родов, менструаций, мужского желания, фалоса, его функционирования и так далее, чем на стороне, скорее, субъекта науки, чем на стороне медика. Именно в этом плане Фрейд утверждает, что свое знание он возводит к знанию поветухи и знанию няньки, естественно, придавая ему соответствующую форму, которую оно не имеет и приобрести самостоятельно без Фрейда не может. Знание няньки Фрейд использует, кладя его в основу своего учения о сексуальности. Мы же вслед за Лаканом проделываем похожую операцию, которую на уровне 17-го семинара называют операцией переприсвоения, то есть операцией перевода господского в аналитическое. В этой операции Лакан показывает, что есть такие уровни именно консервативного представления, которыми анализ может воспользоваться, разумеется, не буквально, но тем не менее именно на них основать свое здание. То есть, если анализ чему-то восходит, то это не к просвещению, не к дискурсу университета, а именно к дискурсу господина, то есть к представлению сугубо классическим. Что такое дискурс господина касательно вопросов пова? Это и есть то самое знание, о котором я в прошлый раз сказал, что оно доступно субъекту вплоть до его латентной стадии. То есть, дискурс господина, известно, что дискурс господина – это не мысль господина, не его повеление, а то, что он получает от раба. Это способ наслаждения. Будучи посланной на исполнение какого-либо повеления господина, раб приобретает ловкость или своего рода изящество в удовлетворении этого желания, и тем самым возвращается к господину со знанием, знанием о том, как лучше с его желанием обойтись. Именно поэтому детскую сексуальность возводим мы к дискурсу господина. Не потому что ребенок этой сексуальностью обладает целиком и полностью, он ей, конечно же, не владеет, как мы знаем, но она к нему возвращается в виде некоторых изречений, в виде означающего, можно было бы сказать, скажем, означающего анального или означающего орального. То, что на его теле выступает в виде отверстий, становится для него буквой. Буква, разумеется, превращается в текст, то есть ребенок может свое тело прочитать. Он обнаруживает те или иные отверстия, это не взятное отверстие ротовое или анальное, это может быть, скажем, отверстие назальное, которое выполняет в своем роде роль анального и его заместитель, а вовсе не орального, как некоторые думают. То есть на теле есть множество отверстий, которые выполняют анальную или оральную функцию, к которым ребенок обращается с тем, чтобы, поковырявшись в них, доставить себе немножечко наслаждения. Это наслаждение принято недооценивать, то есть оно считается незрелым аналогом фаллического, взрослого, генитального. Но на самом деле открытие Фрейда заключается в том, что это не так. Что до определенной степени наслаждение ребенка не то чтобы сильнее или непосредственнее, но оно ближе отсылает именно к дискурсу. То есть прочитать дискурс генитальности очень трудно. Именно по этой причине в прошлом году я указывал на то, что если кто и владеет дискурсом, то это субъект латентный, субъект для определенной степени мистеризованный, а напротив на уровне генитальности дискурс как будто бы себя не обнаруживает. Напротив, маленький ребенок наслаждается совершенно дискурсивно, он владеет азбукой тела, владеет азбукой его отверстий, он знает, когда и каким образом можно засунуть в них пальчик. Именно по этой причине он чрезвычайно расположен к тому, что можно было бы назвать осведомленностью, то есть его знание у него еще не отнято. Тем не менее, когда наступает период латентности, ребенок приступает к школьным занятиям, обретает, так сказать, новых друзей, это знание для него закрывается. К нему остается лишь один доступ, и этот доступ пролегает именно через обсессию. Вы же я сказал, что обсессия доступна женщине через анальность в гораздо более ярким, подчеркнутом образом, нежели мужчине. Я полагаю, что, конечно, это нужно обосновать, что это совершенно не очевидно. Напротив, принято считать, и на это указывают многие последователи Фрейда, что именно мужская обсессия крутится возле анальности, которая сопрягает ее, соответственно, с паранойей, с желанием причинить боль или починить другого посредством анального господства над ним. То есть анальность как будто бы обнаруживается именно в мужском желании. Тем не менее, есть некоторые факты, указывающие на то, что если мужчина имеет дело с анальностью, то он имеет с ней дело на уровне символического. Не случайно он вступает в отношения закона, отношения иерархии, которые все обустроены скорее именно как анальные, а не как генитальные, потому что субъекты указывают на его место. То есть в разного рода грубых попреках, окликах, которыми один мужчина, обладая властью, наделяет другого властью не обладающего, всегда имеет место измерения именно дыры. То есть место, куда этому мужчине необходимо отправиться. И незамедлительно. Любая иерархия обустроена действительно именно как анальное функционирование. Но заметьте, пожалуйста, что здесь анальное всегда оформлено, скажем даже так, сублимировано, облагорожено символическим. Если посмотреть на то, как отправляет анальность женщина, то здесь выступает что-то такое, относительно чего возникает большое искушение возвести его к уровню реального. Этим словами в курсе мы не разбрасываемся. Напротив, я чаще всего указываю на то, что термин «реальный» ничего особенного не означает, особенно если мы не можем ему поверить, скажем, математическими или топологическими выкладками. Само по себе «реальное» – это не что-то непосредственно данное в опыте. Но в то же время иногда бывают случаи, когда термин «реальный» просто напрашивается, особенно если мы уже задействовали регистр символического. Если, скажем, посмотреть на то, как относится женщина к факту существования анальности, то есть дыры, то видно, что он ее волнует как-то более непосредственно, более живо, чем мужчину. Скажем, если почитать дискуссии, в которых являет себя очень распространенная в наше время гомофобия, то мы видим, что в рамках этих дискуссий чаще высказываются мужчины. То есть именно мужчины обзывают других мужчин, подозревая их в потере чести, в сношении с другими мужчинами, в разного рода петушатничестве и так далее. Но иногда там высказываются и женщины. Бывают такие треды, где женщина тоже поставляет свои несколько копеек. И можно заметить, что если мужские высказывания грубые, жестокие, то женское высказывание все равно как будто бы ярче и сильнее. То есть анальность не так часто побуждает женщину высказываться, но если она высказывается на этот счет, то ее высказывание звучит как будто бы более громко, более агрессивно. Если для мужчины разного рода анальные шутки, обвинения другого в пассивной позиции, это нечто, относящееся к дежурному плану общения, на что указывает Жижик, анализируя славянскую армию, в которой эти шутки, как в любой другой армии, были распространены. Более того, они находились даже на уровне чего-то дружелюбного. То есть, указывая на то, что другой пал перед анальным наслаждением, мужчина не всегда оскорбляет своего друга. Это может быть просто подколкой или даже инициацией, как это часто и бывает в строго мужских сообществах, где анальная тема создает, скажем так, сублимированный фон. Напротив, если об этом высказывается женщина, или если анальный фантазм ее затрагивает, то видно, что она действует гораздо более жестко, гораздо более резко и непосредственно. У нее это вызывает настоящее возмущение и в то же время страстный интерес. До определенной степени может показаться, что это противоречит лакановскому учению, согласно которому именно экономика мужского желания опоследована объектом А, то есть ускользающим виртуальным остатком, за которым мужчина гонится, который он преследует, именно поэтому мужчина является, скажем так, в своем первородстве охотником за этим объектом, который может быть представлен в виде, например, ускользающего женского тела или каких-то деталей научного расследования, то есть может быть дан в любом виде, мужчина за ним гонится, преследует и ловит. Именно это обеспечивает поддержку его желаемого. Но так или иначе, было бы очень несправедливо не указать на то, что и у женщины тоже есть с объектом А свои наслаждения, особенно если он представлен в виде анальном. Женщину тоже преследует фантазия, причем более, опять же, ярко, более глубоко, более даже мучительно, нежели мужчину, преследует, скажем, фантазия грязи. Какого-то грязного кусочка, возможно, невымытого пола, который затесался за кроватью или под шкафом. Женщина может волновать какие-то частички, может быть, слюны или выделений, которые могут остаться на белье. И это, опять же, прикрепляет женщину к стирке. Известно, что если женщина страдает обсессией, то это может выражаться в постоянном роде мытье, скоблении, очищении, в постоянном запуске стиральной машины. На это как раз таки указывает Фрейд, характеризуя мать Доре. Правда, Фрейд здесь проявляет типичный мужской шовинизм. Подчеркиваю, что постоянно чистящая и моющая, выскабливающая добила свой дом. Эта женщина, по всей видимости, настолько ограничена и глупа, что не способна заслужить даже свой невроз навязчивости. По всей видимости, это несправедливо. И именно об обсессии шла речь, что позволяет нам прочитать в своем роде желание Доры. То есть, если мы могли каким-то образом блестящий фрейдерский труд дополнить, то, несомненно, нужно было бы указать на то, что Дора формируется в своем специфически эстероидном облике не только потому, что ее отец является в отца реального, то есть отца, который пресекает, наслаждение которого не надо бы, но и потому, что у нее была абсцессивная мать. Так вот, женская обсессия чрезвычайно сопряжена с функцией грязи. Известно, что если мужское, мужчина, в отношении грязи проявляет не просто терпимость, но и склонен к ей наслаждаться, то есть, в измерении мужского всегда имеет место намек на какое-то свинство, которым мужчина наслаждается прибавочным образом. То есть, для него это наслаждение не вытеснено, оно недалеко. Именно в этом заключается прибавочное наслаждение. Оно не требует больших сверхусилий. Оно не отсылает к тому, что лакан называет вещью, как следоточием реального и неприступного наслаждения. То есть, если мужчине насладиться грязью нетрудно, достаточно один раз не поменять носки и делать шляпе, то в случае с женщиной так не происходит. Для женщины, по всей видимости, грязь, ну, мы говорим, естественно, о женщине в целом, то есть не о каждой женщине, не о женщине конкретной. Это может обнаружиться не в каждой, разумеется, женщине. Но так или иначе, для женского фантазма в целом характерно неприятие грязи, которое указывает на гораздо более глубокое и острое наслаждение ей, нежели в случае мужчины. Женщина не может осладиться грязью прибавочным способом, ей необходимо вытеснить эту грязь в регистр реального, то есть оттеснить ее на позиции вещи. Именно для этого она поддерживает чистоту, потому что если дом выскоблен до бела, то это означает, что пятнышко грязи притаилось в каком-то недоступном месте. То есть ему это скоблят исключительно для того, чтобы убедиться в том, что грязь запрятана достаточно надежно, что ей нельзя насладиться прибавочным образом, нельзя найти это пятно и немедленно в него погрузиться. Это пятно маячет на краю сознания, и оно обуславливает ту специфическую обсессию, ту компульсивность, с которой женщина вообще склонна обращаться с этими материями. Точно так же женщину волнует аспект выделения. Если у мужчины с выделениями отношения довольно простыми, он получает от них наслаждение, как мы знаем, прибавочное, именно отсюда берутся игры с мочой, характерные для мальчиков определенного возраста, игры с грязью, характерные для детей любого пола в определенном возрасте. Заметьте, что эти игры строго совпадают с моментом, когда девочка тоже воспринимает себя в качестве стоящей на мужской позиции. То, о чем я говорил в прошлый раз, указывая на то, что на ранней стадии анального развития девочка также занимает мужскую позицию, как и мальчик по отношению к матери. Вот тогда появляется игра с грязью, чего девочка также не стесняется, опять же, как и мальчик. И лишь потом усилиями матерей, которые предпринимают шаги в направлении оккультуривания женской анальности, возникает специфическая брезливость и в то же время тот специфический интерес к выделениям, который женщины очень характеризуют. Здесь можно, опять же, посмотреть на это различие, особенно данное, хорошо представленное в среде младших школьников, у которых впервые заявляет о себе латентность. Если, скажем, акты рыгания, рвоты, сопения, ковыряния в носу имеют место у мальчика, и это может даже являться предметом доблести, скажем, соревнования в рыгании после выпитой газировки, то у девочек здесь имеет, с одной стороны, место специфическая стыдливость, чистоплотность, а с другой стороны, сопряжение этих выделений с чем-то таким, что как раз-таки носит характер обсессивного фантазма, в котором выделения сопряжены с чем-нибудь, как с болезнью и заразой. То есть, если для мужчины до определенной степени выделение, конечно, может его заморать, но заморать лишь символически. Именно с этим связано пресловутое опускание, которое выражается в испускании мочи, скажем, на избитого. То есть, если мужчина имеет дело с выделениями как с чем-то обещащивающим именно на символическом уровне, но при этом не пугающим его на уровне, скажем так, реального, на уровне телесного, если здесь реально и телесное, вообще уместно сопряжать, с моей точки зрения, Это как раз тот момент, когда это уместно То для женщины, опять же, телесные выделения, имея место на уровне реального Представляет собой нечто такое, что не имеет никакого отношения к обесчищиванию Скажем, нельзя обесчестить женщину И вообще нельзя обесчестить субъекта женского пола Скажем, помочившись на него Это не та операция, которую необходимо проделать Но зато можно причинить ему совершенно другое ощущение Пробудив в нем желание Желание это пробуждается именно в генитальном измерении Которое помечено обсессией То есть женщина интересуется всем тем, что касается болезни И, разумеется, этого повышенного количества выделений С фактом которых болезнь сопряжена Опять же, известно, что если мужчине отводится роль воина и охотника То женщине отводится роль санитарки или медсестры В общем-то, даже до врачебного ее очень долгое время в истории не допускают Потому что врач имеет дело не с телесным непосредственно А скорее с тем, что касается дискурса описывающего тела То есть выделение врач не касается Во всяком случае, он не делает этого в регистре своих обязанностей И напротив, там, где происходит истечение крови, слизи, лимфы Женщина как будто бы находит свою роль и находит свое наслаждение То есть именно туда ее отправляют Мужское распоряжение Именно туда ее направляет имя отца Поручение она получает именно такое Что выражается уже в детских играх Где распределяются роли воинов и санитарок И говорить о том, что женщине это до определенной степени присуще по природе Конечно, было бы глупо То есть именно здесь нам необходимо указывать на то, что Невзирая на определенный налет консерватизма, который в анализе обнаруживается Консерватизм этот, конечно, не предполагает, что в женщине, как и в мужчине Наличится какая-то изначальная природа Которая бы побуждала ее наслаждаться Или вступать в сексуальные отношения определенным образом Все это, разумеется, конструируется на базе языка Тем не менее, конструкция эта столь прочна Она наступает настолько рано То есть она до такой степени субъекту предшествует До такой степени его обосновывает и предпосылает его судьбу Что было бы опрометчиво, опять же, следовать след за феминизмом Который уверяет нас, что эти конструкции можно поменять на ходу Что достаточно, скажем, мальчиков и девочек воспитывать одинаково И мы получим на выходе субъектов, которые не будут отмечены То есть, с одной стороны, грубой мужской генитальностью Препятствующей мужчине удовлетвориться так, как ему хочется А с другой стороны, вот этой самой Женской неспособностью символическом То есть, если феминизм верит, что разделение полов можно пресечь, так сказать, на кормил То анализ показывает нам, что поскольку укоренено оно в языке То здесь надежд у нас очень немного Какие-то подвижки, разумеется, возможны Но, как мы видим, возможны они только катастрофическим образом Откуда, скажем, сегодня берется та пресловутая свобода мужского самовыражения Когда мужчине больше не предпосылается роль реального отца Когда он может удовлетвориться, используя, например, какие-то элементы женского наслаждения Свободнее одеваться, позволить себе какие-то выражения чувств и так далее Откуда вообще берется эта возможность? Очевидно, через революцию истерического, иначе никак То есть, перед нами не поступательное развитие прав субъекта С одной стороны, освобождение мужчины от великого, сугубо мужского, генитального Который, конечно, для него довольно тяжелый И, с другой стороны, освобождение женщин от трех К Детей, кухни и церкви Все это происходит не потому, что эпоха просвещения дает нам инструменты для расширения прав И подключения женщин к образовательному процессу А именно в силу той революционности, того апистотолуса, той истерической дуги, в которую встает субъект женщины Требуя, чтобы мы эти права были дадены Причем были дадены так, чтобы это ни в коем случае не затронуло ее наслаждение То есть, перед нами именно то, что Лакан называет краской революцией, переворотом Только через революцию и переворот и катастрофу можно добиться изменения конфигурации соотношения полов Более того, мы видим, что эти изменения крайне ничтожны Что все равно, так или иначе, даже мужчина, скажем, пользующийся косметикой Или посещающий места пребывания, доступные только женщинам Все равно не способен от своей генитальности отмахнуться Она предъявляет к нему требования Он все равно реагирует на женское наслаждение определенным образом Он его регистрирует Женщина, также, будучи допущенном в мужское собрание Все равно, так или иначе, стремится получить наслаждение своим способом Тем самым, который, по выражению Лакана, для нее не закрыт Поскольку в символическом она представлена не полностью Она всегда имеет возможность пополнить свой резерв и наслаждение другого порядка Так вот, указывая на то, что имеет место нечто разделяющее мужчин и женщин Мы подходим здесь именно к вопросу женской обсессии Показывая, что организована она иначе, нежели мужская И характеризует отношение через восприятие именно тела И той продукции, которую оно производит В отношении этой продукции, как уже было сказано Женщина питает фантазм совершенно особый Он не похож на мужской Ей не дана возможность извлечь из этой телесной продукции прибавочное наслаждение На этом успокоиться Потому что прибавочное наслаждение по существу есть разрядка Оно имеет начало и конец Женщине приходится с этим дело иметь перманентно И именно по этой причине, по всей видимости, мужской субъект Изобретательность своей жестокости посылает женщину, собственно, на кухню к тряпкам и детям Как бы намекая на то, что ее наслаждение в этом отношении неизбывно Не потому что она получает удовольствие, об этом речи нет Удовольствия и наслаждения немало не равно А потому что здесь она соотносится с тем объектом, который находится для меня на уровне реального Она не может закончить свои дела Известно, что такое воспитание ребенка Мытье, стирка, глажка Это то, что никогда не прекращается Вы помыли посуду, и нужно мыть ее опять Именно этим характеризуется женский труд Именно здесь феминистки проницательные его охарактеризовали как непроизводительный Требуя по этой причине, чтобы оплачивался он выше То есть феминистская хитрость сразу не знает пределов Но возможность этой бесконечной оплаты возникает по той причине, что женский труд и вправду бесконечен А бесконечен он, как уже было сказано выше, именно по аналитическим основаниям То есть на уровне символического объяснения Бесконечен он именно потому, что он не знает разрядки Женщина не может удовлетвориться, как было сказано, уже грязью, так как ей удовлетворяется мужчина Скажем, избыть ее в соревновательной сублимации Или просто насладиться ей в акте прокрастинации, скажем, не убирая постель или не меняя белье Женщине приходится с этим иметь дело на уровне, в котором это наслаждение оттеснено на самые крайние рубежи Где оно совершенно женщине недоступно, но тем не менее оно ее держит возле себя И женщина имеет с ним сношение Именно это обуславливает тот специфический облик именно женского желания С которым мужчина сам в детстве сталкивается и который он не соглашается Как бы его не уверяло просвещенное общество, что между мужчиной и женщиной нет никакой разницы Что, по крайней мере, на уровне обязанностей социального характера они равноправны Тем не менее мужчина на это не соглашается Не потому, что он не хочет уступать своих привилегий Сегодня их не так уж и много А именно по той причине, что он никак не может смириться с тем, что он обнаружил В тот самый период, который в прошлый раз я назвал периодом ознакомления ребенка с женским фантазмом Именно здесь ребенок никак не может понять, что вообще происходит И как ему этот фантазм присвоить, как ему с ним обойтись И, как уже было сказано, фантазм этот функционирует именно в анальном регистре Можно спросить, это был вопрос, почему, собственно, анальное сопряжено с обсессивным Мы знаем от Фреда, что это так Мы знаем, что есть несколько работ, вошедшие в отдельный том Посвященный паранойи, навязчивости и анальности То есть между этими понятиями есть соотношение Мы знаем, что обсессивность с анальностью соотносится, равно как соотносится она с паранойей Но мы не всегда понимаем, почему именно так Что такого специфического в анальном объекте, что он выделяется в совершенно отдельную область бытия Лакан отвечает на этот вопрос в 11 семинаре Показывая, что если говорить о регистрах влечения А мы знаем, что все регистры влечения заданы так называемыми частичными объектами Каждый из которых соответствует своему способу отправления влечения И получения прибавочного наслаждения через него, его посредством Так вот, анальное занимает в пяти выделенных лаканом влечениях совершенно особое место Потому что в нем имеет место противодействующее движение Движение реверсивное, движение обратное Как это можно было бы выразить, говорит лакан с точки зрения мастурбационного фантазма Например, когда мы говорим о фантазме взгляда Очевидно, что фантазм заключается в том, что мы подсматриваем Что мы на кого-то смотрим Что мы другого подвергаем воздействию, которое пробуждает в нем тревогу Потому что он не может от наших глаз никуда деться Именно с этим, в общем-то, сопряженный мастурбационный мужской фантазм Который предполагает, что женщина перед ним раздельется Или как, скажем, обустроен фантазм голоса Он предполагает, что нас слышат Именно с этим связано, мы сейчас говорим и на мужской стороне отправления влечений Именно с этим связано специфическое атакование То есть задействование мужчины голоса Когда ему необходимо женщину очаровать Прибегание к тому самому скудному запасу интеллектуального Который необходим, опять же, чтобы женщина мужским умом прониклась То есть влечение голоса, опять же, направлено извне Но что происходит с влечением анальным? Какой мастурбационный фантазм преследует здесь мужчину? Очевидно, что это фантазм, когда на него кто-то совершает дефекацию То есть анальный фантазм, среди прочих фантазмов Голоса, взгляда, фантазма орального и так далее Который связан, разумеется, с испусканием Оказывается от них отделенным То есть он организован противоположным образом Анальный фантазм заключается в том, что, как у Лакан выражается На вас срут И именно с этим связано, в общем-то, ощущение, которое субъект питает в бытии Ощущение, которое неизбывное, которое Лакан находит, что называется, в основании этого Того чувства, которое, в общем-то, мы питаем, начиная с молодых ногтей Это, разумеется, ощущение, что мы обострованы Обострованы с ног до головы Что нам должно быть стыдно, собственно, за то, что мы, так сказать, перед людскими очами предстаем Измерение стыда не случайно связано с анальностью И Лакан его возводят именно к верховному патократору То есть к божественной инстанции Которая, собственно, осуществляет вот это самое гонение Выраженное в библейском мифе Гонение, которое субъект оставляет, естественно, в положении Выражаемым известным анекдотом о воробье Воробье, который оказался в навозе И, в общем-то, должен быть этим доволен Потому что, если бы не это обстоятельство То, возможно, выжить без суровой зимы ему не удалось Так вот, именно в навозе, оказывается, изначально человеческий субъект В том числе, только по той причине, что он оказывается изнан со своего места Вместо возлюбленного ребенка Бога В навозе он, оказывается, и потому, что постоянно совершает действия Которые выражают нечто постыдное и ставят его в положение крайне стыдное И в этом навозе он должен находить наслаждение Потому что это его среда обитания Перед нами гонстический миф, который, возможно, вы знаете Заканчивался тем, что субъект, достигнув чистоты Обманув злого демиурга, воспаряет к небесам И перед актом пересечения границы, отделяющей небесную твердь от земной Совершает акт торжествующего испражнения То есть, последний раз, поливая землю своим дерьмом, он воспаряет небеса Вот на чем основан Валентинов миф Мифка, на которой христианство не случайно осуществляло такие резкие гонения Сама эта фантазия, разумеется, была для христианского субъекта непереносима Так вот, миф об осранности Миф того, что все находится в испражнении, покрыто их ровным слоем Этот миф, который обуславливает, в общем-то, субъектность Который держит нас на плаву Позволяет субъекту прочно стоять на ногах Этот миф указывает на то, что субъект на обсессию обречен Потому что обсессия, по существу, представляет собой факт того, что вы не можете от чего-то отделаться Именно поэтому ее называют в немецком языке навязчивостью Это буквально калька с немецкого А Лака называют обсессионель, одержимостью Одержимость, это, как известно, выражает функцию по отношению к объекту Она заключается в том, что вы не можете от чего-то отлепиться, открепиться Что-то застряло Вот каковы формулы я предложил для описания абсцессивного измерения в прошлом году Когда представлял посвященную этому работу В субъекте что-то застряло Именно это является хорошим выражением объекта анального Потому что известно, что анальный объект – это и есть то, что застревает То есть это то, что субъектом удерживается И заметите, что здесь, опять же, анальное наслаждение противоположно всем прочим Скажем, наслаждение оральное – это наслаждение испускания Опять же, наслаждение скопическое, то есть наслаждение взгляда Наслаждение голоса, явно как и самое основное наслаждение фаллическое Наслаждение генитальное, всегда сопряжено с испусканием Это изливание семенной жидкости, это может быть или плевок, или рвота Это испускание взгляда, подсматривание Это испускание голоса, свадебная песня Но анальный объект всегда застревает То есть наслаждение субъект получает, как замечает Фрейд уже в своих очерках сексуальности Не тогда, когда его испускает, а тогда, когда его придерживает То есть перед нами совершенно особый объект, и Лакан даже какое-то время колеблется относительно его роли То есть он не совсем уверен, что его можно помещать в регистр пяти объектов Известно, как обошелся с этим Делес в «Капитализме и шерсофрении» Он заявляет, что анальная представляет собой такой же поток, как и оральная и фаллическая То есть он проблему, поставленную Фрейдом, разрешает таким вот, в общем-то, нечестным, неизящным способом Для него испускание струи кала – то же самое, что испускание струи мочи Поэтому он говорит о потоках, прерывании, анальной экономике и так далее Здесь он, конечно, обходит затруднения, которые приносит Фрейд Показывая, что как раз-таки испускание не происходит Анальный объект для того и служит, чтобы его никому никогда не отдавать Здесь, в общем-то, возникают проблемы, связанные с приучением ребенка к горшку С функционированием его кишечника, с способностью удерживать И очевидно, что в этом плане, в том числе и уритральный объект Объект, связанный с струей мочи, тоже начинает функционировать как анальный Это то, что удерживают Или то, что испускают в качестве подарка, например, в фантазии о золотом дожде В этом смысле неправильно было бы уритральный объект возводить на уровень генитальный Как иногда это делают некоторые психоаналитики Это просто предупреждающая ремарка Очевидно, что он функционирует так же, как анальный Так вот, с этим анальным объектом у женщины выстраиваются свои совершенно оригинальные отношения Там, где мужчины его рассматривают как объект символический Именно отсюда возникает система обмена, которая восходит к мужскому желанию Я имею в виду денежный обмен Где деньги предстают, опять же, в виде того, что переходит из рук в руки И эквивалентно фекальному объекту, экскременту Отсюда, собственно, предположение, что деньги могут быть грязными Все это, разумеется, фантазмом чистой воды, связанным именно с их анальной функцией Так вот, если на уровне мужском анальная функция разрешается в систему символических обменов и связей Важным медиатором которых выступает объект денежный, купюра или монета Как таковая Заметьте, что часто в фантазиях монету можно проглотить Как драгоценный камень Именно это подчеркивает, опять же, ее роли в анальном обмене Это означает, что ее непременно, опять же, вернут В этом-то весь и смысл Это всегда кражина плантации Для того, чтобы объект все же в себе сберегая Тем не менее, это рано или поздно пустить в дело То есть обогатиться за его счет В женском фантазме, похоже, этого не происходит Фекальный объект предстает в нем не как нечто оформленное Помеченное означающим А как что-то такое, что имеет характер крайне дисперсный, распространенный Именно поэтому у женщины отведена роль, опять же, костелянша То есть той, кто следит за чистотой белья Потому что объект этот кажется ей чем-то таким, что может оказаться везде Он измазывает Вот откуда берутся у женщин У женщин средних лет распространены Нас самопочтенная Матрона, которую Фред часто описывает В качестве женщины более-менее нормальной, генитальной На самом деле скрывает в своем бессознательном настоящий ад От обсессивности, сопряженный с фантазиями О распространении грязи, болезни О зарастании грязью Об эпидемиях Это специфический женский фантазм Разного рода нозофобии То есть боязнь заражения Из-за разных болезней Это тоже фантазм, который возводится именно к женскому Мужчина тоже может его питать Но не без поддержки ему на женского желания То есть все, что касается распространения грязи, заразы, отравы Опять же, фантазм отравления Несомненно является женским О чем свидетельствует соответствующая классическая французская литература Да, были известны мужчины, отравители Но интересно, что в какой-то степени Прибегание к яду лишало их мужского достоинства Причем оно лишало их не там, где они, прибегая к яду Отказывались выступить в честном поединке Используя преднеподобающее мужчине, поддерживающего достоинство оружия Скажем, клинок или пороховой пистолет А в том смысле, в котором прибегание к яду Указывает именно территорию женской фантазии Дело не в том, что это безопасно для отравителя Но еще и в том, что сама фантазия отравления Это фантазия преимущества женская Именно поэтому отравитель подстает в виде, скорее, куртуазного Скажем так, не совсем мужского Не подобавивающего изящного Что и выражает соответствующая драматическая традиция Опять же, французского характера Вот фантазм яда, грязи, порчи, заражения Это то, что женщину преследует И то, с помощью чего она начинает преследовать своего ребенка Как только она получает его распоряжение Во-первых, она, конечно, его преследует на уровне ухода за его телом Это постоянный уход, потирание, присыпки Речь, разумеется, не идет о том, будто бы этого делать не нужно Но здесь нужно видеть, скажем так, сопряжение Между чисто природной необходимостью и уровнем бессознательного Есть, конечно, люди, опять же, категоративного склада Которые считают, что, опять-таки, женщина в природе Предпослана к некоторым видам деятельности Что если она убирает за ребенком То это потому, что ей доставляет наслаждение Как, скажем, доставляет наслаждение Животному, которое вылизывает Новорожденного питомца С тем, чтобы насыть его своим запахом И стереть его фекальный след, который может привлечь к хищнику Я полагаю, что, разумеется, говоря на уровне аналитическом Мы должны говорить разве что о метониме То есть о параллелизме О некотором совпадении на уровне структуры Действительно, ребенок нуждается в уходе Спора нет в протяжении частоты Это важная мера защиты его организма Но, тем не менее, очевидно, что у женщины Тут есть и свое дополнительное наслаждение Не путайте, пожалуйста, его с прибавочным Потому что прибавочное – это то самое, которое можно избыть через символ Через означающее А женщина как раз этого сделать Своему обстоственному фантазму не может Это наслаждение, скажем так, дополнительное наслаждение Не основное, а то самое, которое Лаканг помечает Терменным «Еще» Я бы хотел, опять же, продолжая линию прошлого занятия Предупредить здесь размывание этого наслаждения Очень часто по мотивам чтения 20-го семинара Возникает представление об этом наслаждении «Еще» К о чем-то совершенно нелокализованном О чем-то таком, чему нельзя дать ни объяснение Ни характеристику, ни интерпретацию Перед нами что-то такое совершенно заповедное И, трактую его так, мы, разумеется, возвращаемся На уровень женской мифологии Там, где женщина предстает темной материи Морем без берегов А может быть, хорой Если говорить в греческих терминах То есть чем-то бескрайним и совершенно недоступным разметке Вот так понимать женское наслаждение Пожалуй, что не стоит Это нас отбрасывает на долаканские, даже дофрейдовские позиции Потому что каким бы загадочным Фрейду Лакану наслаждение женщины не представлялось Они никогда его не возводили именно к мифологии Особенно мифологии религиозной Где женщина отмечена вот этой самой непонятностью Бескрайностью, безбрежностью В отличие от мужского, так сказать, вонзенного в одно место Его придерживающегося Напротив, я полагаю, что женскому наслаждению Которое помечено у Лакана грифом Анкор Еще вполне можно дать определение Его можно толковать именно с точки зрения Фрейдовской теории влечений Другое дело, что нам придется делать оговорки Указывая на то, что это наслаждение И вправду обустроено не так, как мужское Вот похоже, что на территории этого еще Этого Анкор Находится Отсвет анальности Отсвет этой самой анальности Которой выше уже было сказано Что она женщину прикрепляет к специфическим отношениям С объектами, которые могут испускать Разного рода предположительно загрязняющие субстанции Именно здесь женщина прикрепляется к младенцу То есть ее функция сводится к тому, чтобы постоянно подчищать Постоянно его перепеленывать, переодевать, купать И здесь есть нечто такое Что для мужчины совершенно непонятно И не соизмеримо с его опытом Постоянный отказ, глухой отказ мужчин Принимать на себя время ухода за грудным ребенком Требование мужчины подождать, пока он подрастет Несомненно связано не только с тем Что мужчина вообще склонен уклоняться От обязанностей подобного рода Но и с тем, что здесь есть нечто для мужчины Крайне загадочное, нераспознанное То есть видя, что женщина постоянно ребенка моет Купает, убирает за ним, меняет ему подгузники Мужчина не может понять, что при этом происходит с ее желанием Ему это совершенно не ясно Именно это вызывает у него вот эту самую уклоняющуюся, отдергивающую реакцию Когда он втягивает свое желание Как амеба втягивает ложноножку Функция, которую Локант подмечает, описывая мужскую тревогу Что такое по существу мужская тревога? Это дитумисценция Это падение и втягивание органа То, что выражается, скажем, в момент, когда мужчина испытывает страх или сильную тревогу И что представлено буквально на физиологическом уровне Когда его орган уменьшается в размерах Так вот, именно в своем роде виртуальное подтягивание органа Устранение органа как органа желающего Мужчина совершает тогда, когда видит женщину, имеющую какие-то отношения с ребенком Особенно с половыми органами ребенка С органами, через которые происходит выделение В этот момент мужчина пасует, его желание прекращается Именно здесь сказано что-то реальное То, что Локант называет реальным во втором семинаре Реальное, как нечто в наслаждении непостижимое и неосвояемое Нечто, указывающее на организм, как на функционирующий кусок сырого мяса То есть здесь для мужчины пролегает черта Разумеется, мужчина может ее преодолеть В этом-то, собственно, оккультурование мужчины заключается Как я сказал на прошлой лекции В том, что он все-таки берет себя в руки И берет на себя обязанности по уходу за ребенком Помощь матери Нахождение при отправлении материнских функций Функций каких-то откормлений, купаний и так далее Мужчине все это делается доступно Разумеется, ему всему можно обучить Его можно выдрессировать Но это не означает, что даже пересекая на уровне действия эту черту Он пересекает и на уровне фантазма Этого никогда не происходит, по всей видимости Здесь Фрейд Строк Он считает, что различие сохраняется И, по всей видимости, его опыт можно подтвердить и сегодня Вполне достоверный и валидный Заметьте, что именно так в прошлый раз я характеризовал женскую любовь Которая, опять-таки, обязана тому факту, что мужчина понимает в женщине не все Женская любовь, как я определил в прошлый раз, связана именно с тем И обязана тому факту, что женщина ставит мужчину перед тревогой Которой он не может отреагировать Тревога связана, естественно, с отправлениями женского желания Женской интересности Это, опять же, беременность, кормление, менструация, роды Но это и специфические отношения с ребенком Который тоже постоянно совершает какие-то выделения своего тельца Мужчина не может на это отреагировать Во всяком случае, он не может это сделать сегодня Также стоковый, но жестокосердный, как он это делал в традиционном обществе Где женщина подвергалась обрядам очищения Объявлялся скверненный Изгонялся в соответствующую женскую половину Что позволяло мужчине не иметь дела с отправлениями ее тела и ее желания Сегодня мужчина этого делать не может Ему приходится с этим мириться Но даже и тому традиционному мужчине тоже приходилось так или иначе со всем этим мириться То есть ему было недоступно полное изгнание женщины Он мог, скажем, запереть на женской половине Но отделаться того факта, что она рожает, например, он об этом знает Он не мог То есть мужчине приходилось выносить тревогу, связанную с этими женскими проявлениями Оставляя ее неотреагированной Не воплощенной на уровне символического Эта тревога не могла быть сброшена Именно наличие этой тревоги в мужчине и обеспечивает женскую к нему прикрепленность То есть женщина любит в мужчине его неотреагированную тревогу По поводу того, что женщине постыдно или недопустимо Вот какое определение при слове этой женской любви можно было бы дать Но все это, заметьте, пожалуйста, не имеет никакого отношения к уровню той анальности О которой я говорил в этом семестре, в этом сезоне Этот уровень анальности никакого мужского не знает Мужчина здесь совершенно не необходим То есть мужчине нет никакой нужды Чтобы женщина вступила в отношения к своему анальным объектам Мужчина совершенно не нужен Как было сказано выше, способ, которым мужчина вступает в отношения к своему анальным объектам Совершенно на женский не похож В этом плане женщина ничему от него не учится Равно как и мужчина ничему от женщины не может в этом плане научиться Но здесь наблюдается интересная асимметрия, которая и отмечает такую непередаваемую, неоцененную важность именно материнского вложения в воспитание ребенка. В отличие от того, что начнет говорить педагогика, указывающая на материнское воспитание как воспитание, сопряженное с женской лаской, с женской способностью придать ребенку уверенность, с женской адаптацией в окружающем мире, с способностью женщины мягко ребенка в этот мир вводить, потихонечку дозированно вводя в него принцип реальности, в отличие от всего этого, мы должны указать на ту роль, которую женщина играет в развитии ребенка именно на уровне подключения его к анальному фантазму. Если в случае отцовского анального фантазма ребенок его не усваивает, а просто, если он является мальчиком, входит в соответствующие практики посредством инициации, то есть мужской анальный фантазм не ставит ребенка перед вопросом о том, что здесь происходит. То есть женский анальный фантазм, напротив, ребенка полностью включает в то самое измерение, которое я назвал в прошлый раз измерением теории, измерением теоретическим. Ребенку приходится совершать почти ту же работу, которую совершает аналитик, более того, ребенок совершает ее более тщательно и старательно нежные аналитики, которые, зачастую, этими вопросами просто не задаются, удовлетворяясь сугубо психологическими сведениями. Ребенку приходится принять как данность то, что у женщины есть какое-то желание и что оно организовано анальным образом, что оно заинтересовано именно в этих растечениях, распространениях, грязных объектах, которые нельзя свести к объектам непристойным. То есть облегчение, которое несет мужское желание, заключается в том, что грязь в нем с непристойностью сопряжена. С одной стороны, может показаться поначалу, что если грязь еще и непристойна, то выносить ее еще тяжелее, но, с другой стороны, здесь она получает символическое измерение, тем самым с ней легче примириться. Если грязь непристойна, если она получает оценку в мире символа на уровне структуры, на уровне языка, то ее удается усвоить. Если непристойным можно дела не иметь, вы можете, в конце концов, сохранять свою честь и держаться от грязи подальше. То есть возникает разметка, в которой начинает двигаться субъект, особенно субъект мужского пола, ему это удается легче, по тем причинам, что он символически включается в большей степени. Ему удается, двигаясь по краю анальности, получить свое прибавочное наслаждение и, что называется, не ударить лицом в рез. С субъектом женским все происходит не совсем так. Ему приходится, как уже было сказано, обходиться без этой символической размерки, потому что анальное, грязное, в его случае, не сопряжено с непристойностью. С одной стороны, это открывает женщине доступ к ребенку, потому что если бы мы считали каждое из упражнений ребенка чем-то непристойным, то, очевидно, нам пришлось бы от идеи родительства вообще отказаться. Очевидно, что дети пачкают пеленки, что они постоянно срыгивают, что почкотняет от лица вплоть до школы, если бы каждый раз по этому поводу женщина бы устраивала спектакль, который устраивает мужчина, когда попадает в неловкие ситуации, он сам или его друзья, то, очевидно, что никакое воспитание младенца было бы невозможно в принципе. Для того, чтобы младенца воспитать, нужно принять как факт, что в его отправлениях нет ничего непристойного. Это грязь, но она легко смывается. Но именно потому, что эта грязь не является непристойной, как я уже указал выше, именно потому, что она легко смывается, она никогда не заканчивается. Именно потому, что нет границы, за которую можно было бы непристойно оттеснить и тем самым сделать вид, что оно к нам не имеет отношения. Пусть это будет сколь угодно вид выпускной, пусть мы здесь проявим ханжество, но тем не менее эта операция совершается, и ее с успехом постоянно исполняет мужчина, отправляя свое желание в социуме, держась от непристойного подальше и окунаясь в него лишь иногда, когда это будет допустимо, с точки зрения прибавочного наслаждения его получения. Женщине не удается провести эту операцию настолько же чисто, насколько производит ее мужчина символическими средствами, ей приходится поэтому находиться с одной стороны в мире, в котором нет ничего непристойного, я имею в виду именно анальное измерение, измерение генитального, оно, конечно, есть, и то, что раз его характеризовало, в этом анальном мире нет ничего непристойного, но именно поэтому грязь распространяется по нему, как уже было сказано, целиком. И женщине приходится вступать с ней довольно в интимные отношения, каковые она посвящает и ребенка. Я говорил на первой нашей встрече, что женщина проговаривается в своем фантазме, это происходит тогда, когда ребенок вступает на свою анальную стадию, это примерно возраст, соответствующий средней дистантовской группе, это 3-4 года. В этот момент ребенок уже обладевает речью, у него появляется речь так называемая фантазийная, речь игровая, и в этот момент мать посвящает его в какие-то игры, где как раз-таки и имеет место то, что касается вот этого анального измерения. Скажем, ребенок от матери непременно получает сведения о разного рода заболеваниях. Я уж не говорю о том, что ребенок это вообще сама по себе машина по репликации воспроизводства вирусов. Достаточно взять одного маленького ребенка, чтобы оказалась заражена довольно большая площадь. Но опять же заметьте, что в этом смысле сам ребенок как будто бы не просто, но является носителем не совсем совершенно иммунной системы, но и тут есть что-то опять же отвечающее материнскому фантазму. Поскольку женщина в болезни и в распространении заразы заинтересована, не в том смысле, что она хочет это причинить, хотя это тоже, согласно, сочеток не стоит. Желание распространения тут безусловно есть. Но в любом случае у женщины какие-то интимные отношения с заболеваниями и грязью. Не по этой причине, опять же, она может получать специфическое материнское наслаждение, прикрепляясь к ребенку с этой стороны, поскольку сам ребенок, будучи обладателем этой несовершенной иммунной системы, постоянно болеет. Все известно, что ребенок до вхождения в латентную стадию, до поступления в школу, действительно обладает крайне слабым иммунитетом, достаточно побывать на детской площадке, чтобы подходить к какой-то заразе. Я полагаю, что нам не стоит отворачиваться от того факта, что все это имеет отношение именно к стадиям сексуального развития. То есть ребенок болеет чаще тогда, когда его наслаждение дано ему на стадиях анальной и оральной. Когда он входит в стадию латентную, иммунитет как будто бы укрепляется. Я, разумеется, не собираюсь здесь проводить какие-то магические аналогии. Очевидно, что у всего этого есть вполне физиологические объяснения, которых анализ не касается и в который анализ, разумеется, вмешиваться не будет. Естественно, у врача и монолога было бы объяснение свое. Но я полагаю, что именно с анализической точки зрения фактов не стоит сбрасывать со счетов. И на то, что этот факт имеет место, что это имеет большое значение, может указывать и пресловутое гендерное разделение в том, что касается перенесения заболевания. Все, наверное, знают американские шутки про мужскую простуду, простуду, которую мужчина переносит так тяжело и с такими невероятными мучениями, и которую женщина, подхватив, даже не замечает. Так вот, не является ли проявление The Man's Cold обязанным тому факту, что мужчина, покончив с латентной стадией окончательно и бесповоротно, иначе ему на уровень генитальности никак не выйти, то есть ему не стать ни любовником, ни отцом, мужчина тем самым возвращается в лоно виновности. Поскольку он сексуальность отправляет более непосредственным образом, он ее отправляет с помощью органов, с помощью частичного объекта, он тем самым выходит на уровень того, что, в общем-то, феминизм называют уровнем насильника. Определенное измерение насилия за мужчиной, конечно, закреплено. Даже если он хорошо воспитан, никогда его не проявляет неприятным или грубым для женщины образом, все равно, поскольку все то, что не касается латентности, все то, что находится за пределами латентности, предполагает своего рода изнасилование. И в этом плане мужчина, более тяжело перенося заболевания, испытывая сильные субъективные страдания, даже при незначительном недомогании, тем самым выказывает готовность быть виновным и наказанным. Готовность, которая, естественно, с этой самой функцией насилия, функцией генитальности имеет тесное сопряжение. Не то ли же самое имеет место и в случае маленького ребенка, ребенка, который еще в свою латентную стадию не вошел. Именно потому, что он проявляет свою сексуальность более открыто, на уровне оральном, анальном и детском, фаллическом. То есть ему доступно то, что было названо высшезнанием в средствах наслаждения. Именно потому, что он наслаждается, он гораздо более уязвим именно перед страданием, которое, во-первых, само по себе представляет тоже наслаждение, пусть даже пассивного характера, а во-вторых, является зримым доказательством того, что он согрешил. То есть ребенок, именно по этой причине, представляется, что у ребенка часто болеющего, что его сексуальность выражена более ярко. И этот момент Фрейд замечает. Он указывает на него напрямую в трехочках теории сексуальности, говоря о том, что существуют нервные дети, которые больше подвержены разного рода тикам, энурезом, капризом, истерическим припадком, судорогом, которые одновременно очень склонны к играм с анальным объектом. То есть дети, которые его задерживают, которые его не отдают, которые упрямятся на горшке и так далее. Фрейд это замечает, и, по всей видимости, его замечания стоит принимать в внимание. Для женщины, как уже было сказано, все это представляет совершенно особый интерес. Для нее вообще, как таковая болезнь, представляет собой интерес, потому что она намекает, во-первых, на тот самый мужской ослабленный образ, который для нее представляет интерес со стороны истерической. Даже если женщина становится генитальной, до определенной степени с наследием истерическим она не прощается полностью. Есть что-то такое, и в этом Фрейд был прав, что она сохраняет в качестве инструмента наслаждения, что позволяет ей к мужчине прикрепиться. Именно поэтому ее, скажем, интересуют мужчины, имеющие увечья или мужчины, страдающие заболеванием. Известно, как долго женщины способны поддерживать верность именно мужчине, здоровье которого пошатнулось. Даже если мужчина демонстрирует черты мужчины импотентного, если его мужское желание пострадало, его похоть не на высоте, женщина с этим может смириться. Известно, что, скажем, именно женщины способны долгое время существовать с мужчиной, получившим инвалидность, и не переживать по поводу того, что дефектом отмечены не только его конечности, но и то самое, что в одной известной оговорке пациентка Фрейда назвала пятой конечностью, самой главной. Женщины к этому относятся более терпимо. Для них факт мужского страдания, поврежденности, увечья является ключом к наслаждению. Но это касается, опять же, наслаждения генитального. А что с наслаждением анальным? Наслаждение анальное показывает, что там, где в генитальном наслаждении женщина испытывает именно возможность удовлетвориться ее наслаждение прибавочно, она не питает тревоги. На уровне анальном она испытывает именно сильную тревогу. Именно из-за этой тревоги она ребенка проговаривается. То есть дело даже не в том, что женщина задумывает какие-то специальные мероприятия по освещению ребенка в свои фантазии, то есть верхнюю, так сказать, часть фантазма, то, которая выражена на уровне речи, каких-то рассуждений, детских сказок и так далее. Не в том даже дело, что женщина испытывает какую-то педагогическую нужду это совершить, а в том дело, что и к этому подталкивает тревога. Ей необходим субъект, с которым можно было бы этим поделиться. Ей необходимо удостовериться, действительно ли ее желание имеет место. Именно поэтому она, начиная с ребенка в соответствующие разговоры, она, скажем, рассказывает ему сказки, в которых непременно фигурирует какое-то загрязнение или поврежденность, или какой-то больной или ослабленный субъект. Это могут быть сказки про животных, например, и их вообще стоило бы рассмотреть с этой точки зрения. Все это, опять же, отсылает нас к определенной анальности. То есть женщине так или иначе приходится ребенка в свой фантазм посвятить. Как только она это совершает, ребенку становится доступно то, что касается ее наслаждения. Доступно, как уже было сказано, в отчужденной форме. Это попадает в него именно как объект анальный. Что такое объект анальный, как было сказано выше? Это объект, который нельзя переварить. Известно, что анальный объект – это и есть то, что непереваримо в принципе, потому оно истаргается на уровне телесном, но при этом придерживается на уровне фантазматическом. То есть анальный объект – это то, что в субъекте застревает. Застревает не всегда и прочно. И получает этот анальный объект ребенка именно от матери. То есть то, что для нее представлено в своем роде вселенной порчи, вселенной гностической, вселенной какой-то невыявленной, невымытой до конца грязи, в ребенка попадает именно как сформированный объект дефекации. Именно это подключает его к возможностям овладения чистоплодностью, навыками приведения себя в порядок, пользования горшком и так далее. Но это же и создает в нем зону особой тревоги и ожидания. Субъект как бы ждет, что мать ему расскажет историю до конца, потому что он не понимает, о чем вообще идет речь. Мать, естественно, никогда не проговаривается, в том числе потому, что фантазм не может быть дан на уровне речи полностью. Существует измерение стыда, измерение непроговариваемого, которое прочно мать удержит от того, чтобы ребенка полностью в своей фантазии посвятить. Но при этом существует и то, что не может быть высказано в принципе, то есть то, что не символизируемо на уровне именно отправления фантазма. Поэтому ребенок ждет продолжения истории, то есть рассказа о том, чем мать наслаждается. Он ждет, что она это назовет. Она этого никогда не называет. Зато она предлагает ему другую продукцию. Она ему читает на ночь. Она по этому песни. Она учит читать его самого. Тем самым ребенок в книгу и входит. То есть то наслаждение, которое субъект получает от книги, как бы странно-то ни прозвучало, тоже организовано анальным образом. И немало можно услышать истории. По-моему, одна фигурировала в биографии Сартера, в словах. Хотя я могу ошибаться. Может быть, это был не Сартер, а другой французский. Писатель, который рассказывал, что всякий раз, когда он входил в библиотеку, будучи ребенком, школьником, у него наступал позыв к дефекации. То есть наслаждение, которое даровали ему книги, было таким странным и сильным. Он испытывал такое нетерпение, что у него возникала необходимость посетить уборную. Извините, это был Филипп Рот все-таки. Это не француз. Это американская литература. Так вот, несомненно, что книга является не просто плодом дефекации автора, как замечает Фрейд в трех очерках. То есть издать произведение означает испустить объект, подарить миру экскремент. Но и очевидно, что самые интимные отношения с книгой, которые позволяют нам книгой наслаждаться, носят именно дефекационный характер, а не анальные. Анальность их напрямую восходит к тому, что мать вместо рассказа о своем наслаждении, на которое она только лишь намекнула двумя-тремя скупыми словами, может быть, какими-то рассказанными ребенку анекдотами или обрывками историй из собственной жизни, намекнув на него, она его не раскрывает, а вместо этого предлагает ребенку текст. Текст написанной книги. Текст сказки, рассказы, истории, поэмы. То есть ребенок учится читать, и читает он именно взамен того, что мать ему о своем анальном фантазме рассказать не смогла в принципе. Наслаждение, которое даруется чтением, то замирание, которое нас вызывает чтение, особенно тогда, когда мы только приступаем к нему. Известно, что чтение в качестве сексуальной практики склонно к угасанию, субъекты лет 20 читают больше, чем субъекты лет 50, например. То есть заметно, что чтение угасает вместе, так сказать, с проявлением общей потенции. Это тоже показывает нам, что чтение недалеко ушло от отправления сексуального наслаждения. Но субъекты юные, субъекты школьного возраста читают, как известно, за поем, если они, конечно, к чтению подключены, если им эта практика доступна. И книга вызывает у них зачастую такое сильное чувство, что бывают страницы, которые они просто не могут прочесть. То есть то, что на них написано, до такой степени пробуждает у них что-то такое, что касается отдаленного, звенящего в их прошлом фантазма, что они просто их опускают. Случается так, что, скажем, ребенок, которому читает мать, вдруг просит ее пропустить абзац. Или говорит, мама, не читай это. Или, напротив, требует повторить абзац много раз. Все это указывает на то, что здесь имеет место именно распределение, которое фигурирует на анальном уровне. Это распределение, где имеет место, скажем так, большая и меньшая густота. То, что характерно, собственно, для анального объекта. И в этом отношении то культурное значение, которое имеет материнский фантазм, как вы видите, возможно, из этого краткого введения в него переоценить невозможно. То есть текст существует, и вообще приверженность чтению, писну существует благодаря тому, что существует именно то самое женское наслаждение, тот самый женский анкор, в котором матери удается показать нечто совершенно субъекту недоступное. Как было сказано выше, для него неусвояемое. Если функция мужского наслаждения состоит в том, функция продукции мужского наслаждения состоит в том, что его можно избыть, если вы не можете справиться, вы можете его обменять на что-нибудь. В этом денежная функция заключается. В этом и состоит суть обмена на антропологическом уровне. То женский объект, по всей видимости, не обменивается в принципе. Получив его, субъект его несет с собой всю жизнь, его можно избывать с помощью отдельных актов прибавочного наслаждения с помощью объекта, но лишь частично. Его никогда не удается сбросить полностью. Субъект может его немного переработать, переработать его на какую-то долю, на какую-то часть, извлекая наслаждение, но не более того, он всегда остается глином нерастворимым остатком. То есть претерпевает операцию, которую Лакан называет в противоположность ассимиляции инкорпорацией. Если при ассимиляции попавшее в вас вещество усваивается полностью, скажем, от лекарства, например, то инкорпорация представляет собой некий вроде попадания шарика в полую трубу, где он производит перекатывание, издает звуки, вызывает тревогу в атмосфере, но тем не менее не усваивается, собственно, стенками, скажем, стенками кишечника, как не усваивается именальный объект. Благодаря этой инкорпорации и происходит посвящение субъекта уже в навязчивость его собственную. Если бы не доспецифическая материнская навязчивость, не женская обсессия, которая находится на границе материнского и женского, потому что она лишь в материнстве реализуется, но и не исчерпывается, она присуща женщине, по всей видимости, ввиду ее собственных процессов созревания желания, балансирующая на грани материнского и женского обсессия посвящает субъекта любого пола в обсессию уже собственную, причем посвящает его в обсессию по мужскому типу. И в следующий раз попробую показать, как это происходит, то есть я покажу, каким образом накапливается в экономике обсессии именно ее перевод на мужскую сторону и одновременно захватывает все большего количества женских субъектов обсессивным началом. Процесс, который мы наблюдаем вслед за тем, что Фрейд называет расцветом истерии. Мы видим, что расцвет истерии сменяется напротив расцветом обсессии, в том числе обсессии женской. Сегодня женский субъект подключен к обсессии так же, как и мужской. Ему она доступна не в меньшей степени. И этот факт должен быть рассмотрен именно в свете того, что и обсессия, и истерия являются не просто неврозами, как повреждениями человеческой психики, но имеют историческое измерение. Истерия и обсессия присущи определенному периоду в развитии субъектности. В частности, истерия появляется вскоре после просвещенческого вмешательства, а обсессия развивается после, я, наверное, не очень удивлю вас, если скажу, что это происходит после распространения марксизма. Есть определенного рода сношения между обсессией и той философией, которую марксизм в массы привносит. И соотношения эти нам, с одной стороны, нужно будет рассмотреть со стороны именно исторической, то есть возведя их конкретным биографическим и временным меркам, а с другой стороны, как наслаждение, которое находится на том уровне, которое Фрейд называет уровнем анатомии или же судьбы. Уровнем, на котором определяется различие между женским способом обращения субъектом и мужским. Спасибо. Вопросы? Как это связано? Ну, вот истерия, он субъектом, ну, правописываете, и истерия греческая. То есть, в принципе, такое берется все это? Я полагаю, что речь идет просто о заимствовании, которое не то чтобы является некорректным, но оно не совпадает с тем, что нам предлагают, в отношении толкования истерии и мифологии, и с тем, что нам предлагает анализ. Естественно, что, в общем-то, все греческие наименования заимствуются медициной 18-19 века с большой степенью произвольности. Они возникают на уровне обращения к античности и к ее несметным богатствам, то есть на уровне развитого антиковедения, с помощью которого технологии проникают в гуманитарные и естественные науки. И всякий раз, когда это заимствование происходит, необходимо совершать операцию, на которой настаивает Хайдгер, указывая на то, что то, что имело смысл для древнего грека, не имеет ни малейшего смысла сегодня. И напротив. Ну, извините, почему истерия так приобретается? То есть, почему женщина с апсистотонусом названа истеричкой, вы имеете в виду, в XIX веке при них шаркой или что? В чем смысл припадков? Ну, опять же, с точки зрения гиппократовской, истерия представляет собой некоторое напряжение в женщине, поэтому речь и шла о смятении матки, о каком-то тугом узле, который необходимо развязать, развязывая, по всей видимости, мужское семя. И именно здесь Фрейд подключается к исследованию Шаркоя Брейера, который обнаруживает, что истеричка, скорее всего, фрегибная. То есть, если греческое вмешательство предполагает необходимость исцеления истерички, скажем так, мужским началом, то медики XIX века замечают, что это излечение струнено, потому что истеричка не способна получить наслаждение так, как получает его зрелая генитальная женщина. Соответственно, медицина XIX века обустроена возле того, чтобы истеричку это наслаждение получать, обучить. Для этого применяются разного рода физиотерапевтические процедуры, разрабатывается бужирование влагалища и так далее. Исследование Фрейда подводит его к тому, он не говорит его напрямую, у него тоже, скажем, в случае дуры можно увидеть какие-то именно медицинские потуки, связанные с необходимостью истеричку нормализовать, даровать ей мужское наслаждение в его традиционной форме. Но у него это не получается, и Фрейд признает свою ошибку, указывая на то, что действительно в истеричке есть что-то такое, что показывает не на неспособность получить наслаждение по женскому типу, а скорее на активное желание получить его по типу псевдомужскому. То есть истеричке нужен какой-то мужской объект, который она выражает своим телом. Именно поэтому она фригидна. Ей не нужен фалос, ей нужно то, чтобы воплощать свой мужчина с нехваткой целиком. Удачно ли называть это истерией? Я полагаю, что, конечно, нет, но это указывает усиливающее расщепление между именно аналитическим номинованием и бытовым. То, что сегодня называется истерикой, скорее свойственно субъекту навязчивому, но не истерическому. То есть с этим номинованием мы можем иметь дело, как с Ярлоком? Да, с этим фактом мы сейчас не связываем медицинские инфаркты, инсульты. Как-то тоже очень, мне кажется, это какой-то и имеет связь. Но я просто предполагаю пока, да? Вы имеете в виду то, что психология называется психосоматикой, конечно? Ну, верю, что психология, я не знаю, психология, да, но идея, что люди могут инсульты уничтожить, да, это как-то... Что это результат спазмирования, да, я понимаю, о чем вы... Активно связано. Вот здесь, пожалуй, сохраняется греческая «Алгос», которую, как известно, Хайдеггер трактовал через нечто плотное. То есть у Хайдеггера был с довольно сведущих в греческих терминах и умел придать им тот смысл, по крайней мере, тот общий контекст, который они носили в то время. Так вот, греки, говоря о боли, как об алгосе, возводили ее именно к сжатию, спазму. Спазм, собственно, есть то же самое, что алгос. Так вот, этот самый спазм действительно характерен для истерического, именно поэтому возникает поза апистатонуса, то есть выгибания, сгибания в так называемую радугу разного рода судороги лица, подергивания, тики, сжатия, рука, акушера и так далее, и прочие проявления, которые характерны были именно для истеричек, большой истерии, истерии XIX века, сейчас вы уже и не встретите. То есть, да, действительно, в какой-то смысле инфаркт, как спазм орды, это что-то такое, что похоже на истерический припадок, именно в греческом смысле этого слова, если вы об этом. Да, и еще второй вопрос, такой тоже, ну, известный, критик, что вот, как бы, анальная стадия, это понятно, да, то есть, ну, человек, у которого со стороны наблюдает, ребенок же себя ощущает в момент, значит, вот этих всех действий, детствия как-то иначе, он же не воспринимает, в терминах, а мир в тех же, в которых взрослый. Нет, он не воспринимает в этих терминах, но он воспринимает его в той же проблематике, скажем так, что и в психоаналитике. Взрослый, как раз, в этой проблематике его уже не видит. Матери позволяет отправлять материнскую функцию именно священное незнание, блаженное незнание о том, что происходит между ней и ребенком. Именно это, собственно, придает воспитанию ту меру непринужденности, которая в нем обнаруживается, которую сегодня пытаются поместить в управляемое русло. То есть непринужденность заключается не в том, что мать прямо-таки знает, что она делает, как, скажем, уверяют такие гуманисты, как Винни-Кот, например, или Франсуазо Дальто. А как раз-таки удачность и непринужденность воспитания заключается в том, что мать как раз-таки не знает. То есть она не знает, что происходит между ней и ребенком на фоносматическом уровне. И именно здесь совершаются некоторые важные вещи. Как я уже сказал выше, ребенок, даже не обладая хорошо растым языком, находится ближе к аналитическому опыту, нежели среднестатистическим и проходящим анализом взрослым. Именно потому, что ребенку становятся заметны те проявления, которые взрослому уже не кажутся чем-то достойным внимания, он на них не обращает пристойно. Ну, ребенку сколько лет? Я повторюсь, я полагаю, что это происходит между третьим и пятым годом жизни. Третьим и пятым. Ну, а мы говорим про анальную стадию, где он там трогает вот эти дырочки, еще в каком возрасте? Это может происходить в любом возрасте. Мы говорим о стадии, на которой ребенок, во-первых, обучается речи. Это, опять же, сопряжено с приучением горшку. Известно, что горшок и речь идут бок о бок. Это знают даже те матери, которые не читают книг по воспитанию и развитию детей. Поэтому Фрейс специально отмечает, что как только субъекту становится недоступен оральный объект, он больше не может брать грудь, как тут же начинаются разного рода игры с удержанием, которые делают анальную стадию для него открытой, которые, опять-таки, обуславливают и обучение речи. Потому что что такое есть речь, как неудержание желания? Невозможность непосредственно взять объект и необходимость заменять его словесным указанием. Это тоже отклонение, задержка. Какие причины проявления истерии в общем? Фрейд возводил мужскую истерию исключительно к травматическому военному опыту. Мы видим, что сегодня так дело не обстоит. Да, конечно, известен, так сказать, военный посттравматический синдром, кстати, никто истерию его сегодня не называет. Опять, вернувшись к 90-е годы вместе с чеченскими воинами, он проявляет себя именно в виде большой психиатрии. Хотя мы можем заметить, что такого рода мужчины, и вправду склонны к чему-то такому, что можно было бы чисто литературно описать как истерическое проявление. Они, например, слезливые, они сентиментальны, они чествуют какие-то довольно бессмысленные с точки зрения неслуживших праздники, для них имеет значение какое-то воспринятое в умиленном истероидном виде мужское братство. Но любопытно, что как раз-таки на истеричку в фрейдовском измерении это не похоже. Истеричка как гомосексуальная пациентка или как Дора это как раз-таки воплощение тишины и спокойствия. Это что-то такое, что мужчины, в частности их отцы, воспринимались подозрением, потому что, как известно, в тех моменте выводятся черти. Для того, что они приводили их к Фрейду, потому что надеялись, что наконец-то врачу удастся их разговорить. Они выдадут эту тайну, которую придерживают за отцомнутыми губами. То есть истерия с точки зрения Фрейда, это скорее не мота, не обязательно. Это мутизм, как и не мота, истерическая, но это не мота социальная. Дочь в присутствии отца молчит, что отца крайне раздражает, потому что он подозревает за них какие-то непристойные желания. Но возможно ли перенятие от матери, от воспитания матери, от мужчины, каких-то истерических? Да, это хороший вопрос. Действительно, есть работа психоаналитиков, которые возводили мужскую истероидность и мужскую гомосексуальность, именно к фиксации на материнском объекте. Можно увидеть подходящие проявления, опять же, в подростковом творчестве или в каких-то дневниковых записях, становящихся доступных благодаря электронным дневникам, доступным в сети. Действительно, истеричный, привлекающий к себе внимание демонстративный мужчина очень часто выступает, например, в политических движениях, нацеленных на разрушение гендерной границы. То есть это ЛГБТ-мужчина, реквир-мужчина. Возводить ли это к матери? Большой вопрос. С моей точки зрения, от материнского субъекта ребенок любого пола скорее усваивает навязчивость. Истерию же необходимо возводить именно к тому, к чему мы возводили ее в описании истерии Доры. Это протест против реального отца. Мужчине он так же доступен, как и женщине. Более того, я подозреваю, что имеет место такой момент развития, который как раз греки называли моментом эфибического развития, моментом эферства, когда молодой мужчина, мальчик как раз таки нацелен против реального отца, что и делает возможным в античной сношении с ним. Он занимается женщиной. Спасибо за ваши вопросы. Давайте последние вопросы. Скажите, связана ли мужская стилия, подобно женской, с вот этим интересом к мужскому недостатку? Опять же, это вопрос, который ставит немалые трудности, потому что даже если стилизованный мужчина гомосексуален, то ему, похоже, недоступна во всей полноте и яркости та функция мужской соблазнительной нехватки, которая доступна женщине. Именно поэтому возникает справедливый протест против того, чтобы считать, скажем, пассивного партнера чем-то подобным женщине. Очевидно, что даже если он занимает в гомосексуальной паре роль, скорее, присущей женщине, женщина от этого не становится. Его гендер и его мужская сексуация остаются при нем в полной мере. Поэтому, скорее всего, ответ отрицательный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова